Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И результаты, они сами за себя говорят, это 7 очков в трех матчах и потом поражение от «Зенита» при очень неплохой игре, которая лично меня просто убедила, что это наяву все происходит, это не сон и не чест локомотивом, очень уверенные победы в Казани, все это именно его заслуга, потому что у него не было возможности новых игроков в состав вводить, что-то принципиально менять. Это был именно четко выбранный подход к конкретному сопернику, четкое использование слабых сторон соперника и максимальная ставка на свои положительные стороны и плюс нивелирование своих каких-то минусов. Все это сыграло, все это сработало и мы по вот этим играм, но это немало, 4 матча, мы видим, что человек способен работать в премьер-лиге, способен добиваться результата. — Артем, впереди нас ждет матч с Краснодаром, соперник для нас очень и очень неудобный, ни разу мы пока не могли выиграть у «Быков», у «Горожан», как угодно их можно называть. Люди футбольные очень суеверные, как правило, боятся делать прогнозы, журналисты, болельщики в этом отношении люди более смелые, рискнешь ли ты спрогнозировать результаты этого поединка и как думаешь, чего томские болельщики должны от него ожидать? — Мне кажется, мы вправе ожидать как минимум не поражения, почему-то в этом я абсолютно уверен, почему сложно объяснить, но вот действительно у нас никак с Краснодаром не получается нормально сыграть, но в данном случае сама теория вероятности на нашей стороне получается, когда-то же должно это, проклятие закончится, это раз. Во-вторых, Василий Баскаков готовит команду к этому матчу уже в роли главного тренера, это тоже лишний плюс к нам. Да, Краснодар сегодня по очкам находится достаточно высоко. — По составу, по игре, в общем, тоже демонстрирует. — По составу и по игре, но я бы все-таки сказал, в этом чемпионате были моменты, когда везло им все-таки, хотя везет тоже сильнейшему. Но, да, матч в гостях, да, соперник сложный, но он не сложнее Локомотива, скажем так, и Рубина тоже. То им показалось, что она может играть, то им вернулось в игру, и вот на основании этого я жду чего-то хорошего от этого матча. — Ну, то есть, в общем, тоже боишься делать прогнозы, ну, скажем, называя какие-то цифры? — Я думаю, 1-1. — Ну что ж, я думаю, что вполне возможно, это будет не самый плохой результат для нашей команды. Пожелаем в любом случае Томи в Краснодаре удачи. Огромное спасибо мы говорим нашему сегодняшнему гостю, спортивному обозревателю «Радио Сибирь» Артему Шаеву.